Более 7 миллиардов тенге вложат в развитие агропромышленного комплекса Абайского района. Там планируют построить птицефабрику, модернизировать топарские теплицы и запустить цех по переработке молока. Ряд производственных объектов накануне посетил Аким области. Подробнее расскажет Антон Александров. Дефицит кадров, трудности в пополнении оборотных средств и варианты реализации бизнес-идей обсуждали предприниматели в ходе встречи с Акимом области. Это швейное производство обеспечивает работой более полусотни специалистов легкой промышленности. Здесь изготавливают широкий спектр спецодежды и трикотажной продукции. Глава региона осмотрел, как организовано производство и ответил на вопросы бизнесменов. Данный проект я видел в живую, действительно его можно реализовать. Я работал с рабочей поездкой Башкии, но колледж меня отправил, но там у них такой проект работает. Ознакомился Аким области и с разработками колледжа в селе Агрогородо Кабайского района. Здесь ведут подготовку студентов по востребованным специальностям. Имеются даже современные тренажеры для обучения трактористов, комбайнеров и не только. К слову, в этом году в весеннеполевых работах в Абайском районе будут задействованы 949 единиц спецтехники. Это 593 тракторов различной модификации, 140 сейлок, 9 пассивных комплексов и 34 картофеля сажалки. Продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству завода по выпуску малых и рафинированных ферросплавов ТО «Феррой Лоис». Дальнейшее развитие горнодобывающей промышленности планируется за счет реализации инвестиционного проекта по разработке участка на Шерубай-Нуринском в Угленосном районе. 7,3 миллиарда тенге инвестиций будут направлены на развитие агропромышленного комплекса Абайского района. Это 7 проектов, которые позволят создать 194 новых рабочих места. Два проекта по восстановлению орошаемых земель. Еще один – это строительство птицефабрики мясного направления возле города Абай. Также планируют модернизацию тепличного комплекса площадью 8 гектаров на территории поселка Топар. Между тем, уже в начале лета в эксплуатацию сдадут цех по переработке молока. В результате реализации данных инвестпроектов будет обеспечено насыщение внутреннего рынка отдельными видами социально значимых продуктов питания и импортозамещения, что даст положительный эффект стабилизации цен на них. Обсуждали с главой региона и строительство в четвертом микрорайоне. Эскиз будущего детского сада уже готов. В планах здесь возвести еще физкультурно-оздоровительный комплекс и школу на 600 мест. По просьбам жителей открыть полностью оснащен культурно-досовый центр в Кульминском сельском округе. Я его посещал. Очень хороший центр. Мы такую же работу дальше будем продолжать. В этом году завершится разработка проектно-смертной документации на строительство поликлиники в поселке Топар. С начала года в Абайском районе введено в эксплуатацию 263 квадратных метра жилья. В ближайшее время будет сдан 80-квартирный арендный дом, где выкупят 20 квартир для многодетных и представителей социально уязвимых слоев населения. Между тем, в рамках национального проекта «Доступный интернет» до 2027 года планируется обеспечить сельский населенный пункт Абайского района оптиковолоконной связью.